В Ненецком округе почтят память выдающегося скрипача Дмитрия Когана, которого не стало 29 августа 2017 года. Лучшего мирового исполнителя жители нашего округа знают не понаслышке. Дмитрий Коган – создатель и главный вдохновитель фестиваля классической музыки «Дни высокой музыки в Арктике». По инициативе регионального отделения молодой гвардии «Единой России» в память о молодом российском музыканте в день его 40-летия в Наринмаре пройдет мини-концерт. О великом маэстро расскажет Любовь Пермякова. На сцене Дворца культуры Арктика Дмитрий Коган исполняет знаменитую грозу венецианского композитора Антонио Вивальди. Тогда окружных слушателей потрясло виртуозное исполнение маэстро. А 29 августа 2017 года к огромным среди ясного неба пришло известие о кончине великого музыканта. Молодой, безумно талантливый и жизнерадостный. Ему было всего 38 лет. Как сказал в интервью всемирно известный скрипач Дмитрий Ситковецкий, смерть маэстро стала трагедией для всего мира музыки. Скоропостижный уход артиста – большая потеря и для жителей Ненецкого округа, которые познакомили с его творчеством благодаря Дням высокой музыки в Арктике. Он был художественным руководителем этого фестиваля. На сцене Дворца культуры Арктики Дмитрий Коган трижды исполнял шедевры Мирового музыкального фонда. На третьем фестивале высокой музыки скрипач-виртуоз сделал жителям региона очередной музыкальный подарок. Он представил зрителям уникальный мультимедийный проект «Времена года Вивальди». Произведение великого композитора Дмитрий Коган сыграл на скрипках величайших мастеров прошлого. Амати, Страдивари, Гварнери, Гвадонине, Вильома. После концерта нам удалось пообщаться с великим музыкантом. Мне очень приятно, что к третьему фестивалю мы пришли к такой ситуации, что у нас единственная проблема, которая есть, это то, что все желающие, к сожалению, пока не могут попасть на концерты. То есть интерес с каждым годом рос, 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 вот как снежный ком. Он накатывался, и сейчас мы получили просто какой-то беспрецедентный результат. Знаете, очень сложно что-то как бы прилепить к шедевру, легче свой создать, да? А вот уже к готовому шедевру очень сложно его как-то улучшить или, не знаю, модернизировать. Но я себя утешал всегда тем, что музыка-то неизменно. А визуальный ряд, он идет, ну, как бы Вивальди мы, в принципе, нигде не корректируем. Мне кажется, красиво получилось. Красиво творить у Дмитрия Павловича получалось с детства. Он родился 27 октября 1978 года в Москве в семье потомственных музыкантов. И, как говорят критики, был обречен на успех. Уже в 10 лет начал выступать симфоническим оркестром, а в 15 дал концерт в Большом зале Московской консерватории. Затем ему рукоплескали самые известные залы Великобритании, США, Австралии, стран СНГ и Балтики. В очередной раз аплодисменты великому маэстру прозвучат и в Наринмаре, в день его 40-летия. Поэтому этой акцией мы хотели отдать ему должное и провести в его день рождения в неформальном месте концерт, для того, чтобы как можно больше людей узнало о его деятельности. Кто станет участником концерта? Участником стали дети, которые учатся в нашей музыкальной школе. Они проходили мастер-класс у маэстро, поэтому они с радостью согласились выступить на концерте. Воспитанники Наринмарской школы искусства и их преподаватели исполнят на скрипках и фортепиано композиции из репертуара Дмитрия Когана. В программу войдут такие произведения, как вокалист Николай Ракова, Минуэт Луиджи Беккерине, Ава Мария Джулио Качини. Откроет мероприятие концерт «Соль-мажор» Антонио Вивальди. Мероприятие состоится в торговом центре «Алит-Сити» 27 октября в 15 часов. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». «Алит-Сити» 27 октября в 15 часов.